Здравствуйте! Мы изучаем письма Бааля Сулама, 43-е письмо. Учебные материалы можно найти на сайте святова.кабалагрупп.инфо или в системе Арвуд в верхнем меню «Учебные материалы». Там уже можно задавать вопросы, избранные запросы будут заданы на уроке. Прежде чем я напоминаю, напоминаю всем товарищам и подругам, что если вас мало в комнате, заходите в общие языковые комнаты, еврит, английский, испанский, русский, мужские и женские группы. Давайте начнем, Раф. Да, мы решили пройти более сложные письма и по языку, и по теме. На основе того, что мы прошли все письма до сих пор, мы прошли их достаточно успешно, когда было понятно, что нам хочет передать Бааля Сулам. Есть у него такие письма, что не очень-то понятно, может быть, всем, но постараемся послушать, что там написано. Это в любом случае повлияет на нас постепенно. Постепенно. Поэтому мы постепенно почитаем, может быть, прочитаем даже несколько раз, пока мы не познакомимся с текстом, и благодаря знакомству с текстом придём к небольшому пониманию немного, насколько это возможно. Постараемся быть вместе, потому что именно благодаря тому, что мы организуем себя вместе, мы больше понимаем внутреннее содержание текста. И Бааля Сулам написал эти письма, хотя он пишет их обычно одному из учеников, но вместе с тем он подразумевает, что все находятся в какой-то связи между собой, и поэтому смогут понять в связи между собой послание, всю глубину его и цель. И так мы постараемся с помощью Творца, с помощью Высшей Силы войти глубже во внутреннюю часть письма, что он нам хочет объяснить. Итак, пожалуйста. 43-е письмо, 640-ая страница в книге Труда Ибаля Сулам. Письмо написано в 1927 году в Лондоне. И уже сказали мудрецы, «Страх перед равом твоим, как страх перед небом». Но в таком случае получится, что мера величия, которую человек достигает в святости Творца, такова, что никоим образом величие Творца не поднимется выше величия его рава. Я бы сказал так, что насколько мы уважаем своих товарищей и связь с ними, в той же мере мы можем уважать Творца и связь с ним не может быть больше. И это то, что… Пожалуйста. Может, ещё раз сначала? Мне кажется, это очень важно. Пожалуйста. И уже сказали мудрецы, «Страх перед равом твоим, как страх перед небом». Но в таком случае получится, что мера величия, которую такой человек достигает в святости Творца, такова, что никоим образом величие Творца не поднимется выше величия его рава. То есть, насколько мы ценим учителя и товарищей, наше объединение в группе, в соответствии с этим мы можем прийти к величию Творца и соединиться с ним. И это, что гордился руждинский рабе, что он удостоился ступени больше, чем все мудрецы его поколения, поскольку обрёл веру мудрецов больше, чем все его современники. Это был такой рабе из Ружина, который таким образом вёл себя по отношению к другим и поэтому достиг высокой ступени связи с Творцом. И нужно понять, что вера имеется в виду невзятие взаймы, ибо такую веру могут обрести и шестилетние дети. А имеется в виду чувство величия и восхищения души от мудрости мудрецов, который наделил Творец из мудрости своей, боящихся его. Насколько человек старается склонить себя, склонить голову по отношению к учителю и товарищам своим, в таком виде он продвигается и достигает внутренней сути того, что изучает. «И уже говорил я и объяснял, что это самый большой экран из всех в работе жителей страны Исраиля. Ибо власть Клипы Кнаан действует в этом месте. И каждый низок до уровня праха, а товарищи его еще ниже праха его. И раб его такой же, как он». не в одном месте. А во многих местах Бальслам нам напоминает, что тот, кто находится на земле Израиля, он находится под влиянием высшей силы, очень сильной. И это низводит его, создает ему очень большие сложности в продвижении, в духовном. и нужно добавлять много сил для того, чтобы подняться из состояния, в котором силы земли Израиля низводят его вниз. Он писал об этом уже во многих местах мы это читали. В нескольких местах он пишет даже, что Ари боялся открыть свою школу, свой медраж в Иерусалиме. Дом, место обучения. И несмотря на то, что он знал об этом, он всё-таки открыл свою школу в Иерусалиме. Да. Чтобы быть точным, можно привести Писание и толкование мудрецов по поводу слов. «Меня оставьте, а Тору мою соблюдайте». То есть, когда Творец говорит, «Не смотрите всё время на меня и будете желать обращаться ко мне», но всё это вы можете достичь только с помощью того, что вы прежде всего устраиваете отношения между вами, объединяйтесь между вами, помогаете друг другу, связывайтесь в единое желание, в единый организм к единой цели, тогда вы достигнете всего. Поэтому меня оставьте, а Тору мою соблюдайте. В чём соглашается Тору учение? «Возлюбив ближнего, как самого себя». А меня оставьте. То, что вы соблюдаете любовь ближнему, вы тем самым приближаетесь ко мне». «Дай Бог, чтобы меня вы оставили, то есть гордились они величием, несмотря на то, что не можем я и они находиться в одном месте. но в любом случае Тору мою соблюдайте». То есть несмотря на то, что вы находитесь пока ещё в желании получать и в гордыне, которая пока пребывает в вас, но если вы всё-таки хотите связаться друг с другом и Тору мою соблюдайте, так, чтобы были, чтобы прилипились к истинному праведнику в вере мудрецов, как подобает, ибо тогда есть надежда, что праведник этот истинный вернёт вас к добру». «Да, Орэн, чтобы перевести и перевесить их на чашу заслуг, как подобает месту Творца». То есть главное, чтобы вы были связаны между собой, насколько это возможно, и с Учителем, который ведёт вас, и тогда наверняка вы придёте к тому, к чему нужно. «А что?» «А что может быть из скромности и низости? Чтобы не оставлять Творца, нужно переехать от них, если нет у них истинного праведника, который поведёт их в Торе и молитве и приведёт вместо Тора и мудрости». То есть главное соблюдать то, что требует Учитель. А настоящий Учитель требует только одного — объединения между людьми. И тогда благодаря этому объединению стремиться к сближению с Творцом. От любви к творениям к любви к Творцу. Снова тот же принцип, о котором мы уже слышали много раз. известно, что запрещено выдавать дочь замуж за неучи. То есть нельзя нам оставлять этот принцип и идти согласно Духу в разных направлениях, отличающихся от этого. так люди постепенно высыхают как сухие кости, не дай Бог. И что можно сделать для них, кроме как умножать подобные слова время от времени, пока живой не усвоит их. То есть мы должны будем возвращаться ко всем этим предупреждениям, быть в объединении между нами и исходя из нашего объединения, быть в соединении с Творцом, но только из центра нашего объединения с Творцом. тогда мы достигаем и приходим к Нему. И сказано «А Муше брал шатер» и так далее. И почему разбивал он его вне стана? Полагают глупцы, что делал он это, чтобы остановить течение источника мудрости из-за греха. Дай Бог так думать, ибо после греха они по-настоящему нуждаются в источниках Торы и мудрости в тысячу тысяч раз больше, чем в начале. И как сказали мудрецы, если бы не согрешил Исраэль, было бы дано ему только пять книг Торы и книга Иешуа. однако наоборот, это верное средство, чтобы раскрыть уста родников мудрости из верного источника, поскольку после того, как поставил Муше шатер свой вне стана, умножилось стремление к нему внутри стана. то есть не для себя он так делал, что отдалился от своих учеников и от народа, а как раз им же во благо, чтобы было у них стремление к нему. «Неподобен тот, у кого есть хлеб в корзине и так далее». Вместе со стремлением также и слияние с ним. и так удостоились они распространения души Муше между ними и потому получили название «Поколение Знания». То есть поскольку они стремились к Муше, который якобы отдалился от них, по отношению к Муше это не ощущается, но по отношению к ним, так они желали близости с ним и поэтому удостоились больше мудрости и согласно мнению Муше они приближались все больше и больше к цели. И уже говорил я и напомнил вам слова Тора, которые я произнес в праздник Шивот перед своим отъездом от вас по поводу фразы «Беги, возлюбленный мой, и будь подобен Газели». Что такое Газель? Это когда происходит чудо, называемое поворачивает лик свой назад и поскольку нет способа обрести по ним лицевую сторону, прибегают к этому средству, то есть приводят по ним в Ахурае, в обратную сторону. И это то, что написано «Так Творец в час и так далее возвращает свои по ним в свои Ахурае, поскольку благодаря ощущению разрыва и Ахураем и невозможности получить лик святости, получается, что умножаются и поднимаются искры стремления в большей мере, пока Ахураем не становится по ним. Ибо скрижали написаны и с той и с другой стороны. И настало время обратить внимание на эти вещи. Это значит, что всё зависит от стремления учеников, насколько они могут принять учение, методику Тору учителя. И если они видят, что он отдаляется, или они сами отдаляются, и есть непонимание и отсутствие связи между ними, это как раз то самое время, когда они могут приблизиться. И поэтому подобен мой возлюбленный оленю, то есть Творец, который отдаляется, он, который убегает от них, как олень, он поворачивает голову назад, как бы поворачивая лик свой. И это понятие отдаления, когда в таком отдалении как раз выстраивается дополнительный хистронот, новый по ним, новый лик, когда человек, который больше стремится, как раз в тот момент, когда Творец отдаляется и скрыт, и нет желания, и нет стремления такого к нему, которое было раньше. Так если человек всё-таки понимает, что это произошло для того, чтобы предоставить ему место, приблизиться и попросить, такой человек выигрывает новый лиг Творца по ним. И так продвигается. это по сути дела характер этого письма. Пойдём посмотрим, что у нас там происходит. Начнём сверху вниз. Так первое это Турция. Прошу. Спасибо большое. У товарища вопрос. Почему в начале статьи говорится о страхе и трепоте перед учителем и Творцом? Почему не о любви? Мы говорим о состоянии определённом, когда ученику кажется, что учитель, он не так, как раньше представлялся ему большим, но сейчас он ему кажется маленьким, и что сама наука, может быть, не столь его привлекает и группа, конечно, и товарищи, всё не так, как было раньше, когда когда-то он горел и понимал и чувствовал, насколько все эти вещи важны, а сейчас это всё опустилось, и что тогда делать в таких состояниях? Понятно? А вот если у человека не бывает состояние, что он рава ведет ниже, чем когда-либо ведет, это означает, что продвижения нет? не то, чтобы не было продвижения, но это продвижение в виде, которое называется подобен «мой возлюбленный оленю», то есть что духовное убегает от него, убегает, чтобы он продвигался за ним. Это то, что мы должны сказать. В таком виде мы продвигаемся. Москва 7. В Москва 7. Скажите, пожалуйста, есть опция такая, что мы догоним духовное, что всё-таки встретимся, и если дать, то в каком виде эта встреча может произойти, а не издалека посылать друг другу знаки какие-то любви? встреча может быть только при условии, когда мы объединены друг с другом в какой-то постоянной мере и достаточно сильной, и тогда мы чувствуем в этом объединении между нами духовное раскрытие Творца, что таким образом он раскрывается, в таком состоянии он раскрывается. То есть вся наша работа это связаться между собой в виде как можно более сильном. И для того, чтобы предоставить нам возможность быть крепкими, тесно связанными, Творец отдаляется, как бы исчезает, для того, чтобы мы искали его и обвинились между собой ещё сильнее, несмотря на то, что мы чувствуем, что мы теряем столь уж связь между нами, так дают нам такие состояния, когда мы можем добавить от себя связь, силу, укрепление, и тогда в этом раскрывается Творец. Киев. Киев. Да, дорогой Раф, а что значит, что Маше разбивал этот твой шатёр в Нестан? Для чего он отдалялся? И трахэк, они избар тидзе. Отдалиться, я же объяснил это, для того, чтобы отдалиться от народа, от учеников, имеется в виду, да? Чтобы они увидели, что они находятся настолько близко к ним, и стремились к нему ещё больше, и просили у него, чтобы он вернулся, или чтобы они приблизились к нему, для того, чтобы вернуть связь. И на основе новых состояний связь будет в состоянии более сильном, настолько, что в этой связи раскроется им также и Творец. Это то, что имел в виду Маше, отдаляясь от учеников. Ну вот в нашей ситуации, мы же когда участвуем практически во всём, что только можно, что значит, чтобы мы всегда увеличивали наше упрямление к вам? Не знаю. Ну, скажем, что я уйду, не буду вам давать уроки ежедневно, а два раза в неделю, скажем. ещё что-то в этом роде сделать. Скажите мне, что стоит сделать для того, чтобы у вас был хиссарон ко мне больший? Ну, это не обязательно же, чтобы вы уходили и меньше нам давали уроки. Тут же вопрос в том, как нам усилиться, скажем, при том, чтобы… Ну, конечно, но человек устроен таким образом, что то, что есть у него, и он уверен, что он получает это ежедневно, так нет в этом ничего нового. А мы должны обновлять каждый день объединение между нами на всё более высоком уровне, пока Творец не раскроется в связи между нами. Так что же делать? нужно пробуждать. Нужно пробуждать между нами эти состояния. Если мы этого не делаем достаточным образом, так нет выбора у учителя. Как только отдалиться немного от учеников, пока что может быть, что он уже скончался и ушёл в другой мир. Нет у него проблемы с этим. Он существует здесь только для того, чтобы обучать их. и поэтому так мы должны понимать это дело. Насколько мы нуждаемся в учителе, он живёт. В той мере, в которой уже не нуждаемся в нём, так он уходит. Для него нет разницы между этим миром и будущим миром. Только для того, чтобы подготовить учеников и привлечь их тоже к целетворению. Мы очень нуждаемся у вас, дорогой. Что касается товарища, например, если товарища отдаляет Творец, вот у нас в десятке товарищ как бы его забирают на службу и как бы отдаляется он от десятки. В связи с этим не может он так участвовать. Для чего? Для того, чтобы мы тоже как-то усилились? Да. Для того, чтобы вы молились, чтобы он остался с вами. потому что на самом деле благодаря тому, что он находится в группе с вами и если он делает все, что мы делаем, это даст гораздо больше сил всем и группе и удачи, чем если его заберут. Понятно. в Балтии. В Балтии. Спасибо, Раба. Я только хотел бы уточнить, вот Влад вас спрашивал о важности Раба здесь и важности самих источников каждого. Мы верим тем, что разъясняет эту мудрость. Сейчас мы верим вами, мы верим в источники. Что будем верить в будущее? Вы можете сказать. Только в связь между вами и в Творца. Ничего вам больше не нужно. Только в объединении в группе и в Творце вы нуждаетесь. Нет ничего больше. Мы также изучаем, что это именно так. И это все. И этого достаточно. Хайфа 2. Хайфа 2. Шумим? Кен. Профессор. Ну, прежде всего, хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить вас, сказать, что вы очень важны и велики для нас от всей нашей десятки. И ваше руководство, как вы нас ведёте на этом пути, давая всё, что необходимо для продвижения. А спросить я хотел о предупреждении, которое даёт Баля Сулам. Можете ли вы сказать, что означает достижение Земли? Не опускать свою дочь до неуча — это внутреннее моё желание, которое нужно укрепить ради отдачи, его внутреннее желание, чтобы направил его в точности ради отдачи, на Творца, а не соединить его с обычным желанием получать называемый арат — Земля. Есть возможность это избежать? Что? Мы можем избежать такого состояния? Конечно же, да. Если мы находимся в группе и каждый раз пробуждаем себя к тому, чтобы подняться всё больше и больше, и каждый чувствует себя, что он обязан товарищам, может быть, по отношению к себе, у нас нет достаточных сил, чтобы давить на себя. Но когда я беспокоюсь о товарищах, я должен беспокоиться о том, чтобы они не упали, и так каждый о других. Так благодаря этому мы приходим к правильному участию, к поручительству. И только в таком виде мы приходим к цели. Спасибо, Раф. Здесь понятие поручительства очень важно. Маг 20. Спасибо. Другой Раф. В тексте написано, что скрижами написаны с обоих сторон, то есть со стороны Паним и Ахараем. Как нам это понимать? Спасибо. Что эти скрижали, на которых начертана Тора, они как в Паним, так и в Ахараем действуют на человека, когда человек понимает, что на нашем пути есть и свет, и тьма, и он может продвигаться с помощью как раз обоих. Обязан продвигаться. С помощью этих обоих и с помощью света и тьмы. Пяти шесть. Пяти шесть. Когда Творец удаляется от человека, он находится с обратной стороны, Ахараем. Как человек может распознать лик Творца? Благодаря тому, что человек действует из силы объединения, из силы веры, тогда он начинает видеть в Ахараем Паним. В этом всё дело. В этом всё дело, что нет здесь по ним и Ахараем, но только по отношению к человеку, который таким образом должен укрепляться. Хадыра один. Тут Бал Сулан говорит нам, что тяга к мудрости происходит вскрытие, как раз когда помещают это в некоторую тайну и сложность постичь её. Но когда человек начинает учиться и становится слишком увлекается учёбой, по идее он, скрывая пять, раскрывая две, то есть усилиями к учёбе, ты начинаешь тянуться к учёбе ещё больше. Это так? Да. Да, нужно в любом случае делать всё для того, чтобы оставаться на связи с учёбой каждый день, со всеми часами, которые мы делаем, на связи с товарищами из группы. И так мы продвигаемся всё больше и больше и больше. От одного письма переходим к другому, от одной статьи переходим к другой. И так мы продвигаемся всё больше и больше, наполняем себя, передаём этот материал на наше сердце, переводим на нашу душу, и благодаря этому становимся всё более направленными через объединение между нами с Творцом, пока Он начинает раскрываться в этом объединении между нами. Как мы можем применить этот принцип? Использовать в распространении для того, чтобы привлекать широкую аудиторию через скрытие, через тайны, то, на чём устроена вся кабала? То, о чём мы говорим сейчас, только нужно передавать это в более лёгком виде. Хотя и тогда это не для начинающих, но для продвинутых — да. Я не знаю, мы должны говорить с людьми, которые преподают уроки для первого, второго, третьего класса. Я не знаю, что они там изучают, но чтобы наши товарищи, которые обучают в разных кампусах, чтобы они выбрали время, когда можно товарищам кампусов, ученикам кампусов уже преподавать именно такой материал, этот материал. Хорошо. Женщины, Германия. Если мы не находимся в десятке, всё время что-то меняется, и мы говорим, можно ли увидеть и принять новые состояния. Да, тоже возможно, хотя вы и не находитесь всё время на связи между вами, потому что, по крайней мере, во время уроков или во время собраний товарищей вы же находитесь вместе хоть как-то. Это насколько возможно. Вы увидите, что этого будет достаточно. Перейдём к женщинам интернет. Для начала несколько обращений. Вы сказали, что нужно, чтобы был больше хиссарон крава. Много обращений. То, что да, есть колоссальная потребность слышать каждое ваше слово. Спасибо. Есть вопрос. Как может быть состояние, что не понадобится учитель? Смотри. Я тоже был соединён с Рабашем в 12 лет, а затем он скончался. Я остался на связи с ним. Насколько возможно удерживать эту связь без физического контакта. Но это в любом случае что-то новое. Главным образом для меня. Потому что есть люди, которые видели его только во время урока. А я видел его каждый день ещё 4-5 дополнительных часов. И, кроме того, мы раз в неделю или максимум раз в 2 недели ездили на 3 дня, на 2, на 3 дня в Тверью. Одни. Я и он. И там мы жили и спали и ели вместе. И так проходило время. Трудно поверить, что это было. Но это на самом деле так было. И поэтому, когда он скончался на моих руках, так это было на самом деле. Состояние очень-очень непростое. Но я скажу вам, что если соблюдать всё, что мы прошли, нет проблемы. Он оставил меня после того, как скончался тетрадку Шамати, сказал, возьми себе. И я взял. Затем в течение времени я увидел, что нет выбора. Я должен это раздать всем. Я дал возможность это отснять для всех. Потому что в любом случае такая вещь, я не думал, что я могу такое сохранить только для себя. А сегодня на самом деле все могут наслаждаться этими статьями. продолжение. В продолжении вопрос такой. Как сегодня можно усилить связь с Рабом? Подобно той сильной связи, которая была у вас с Рабашем? Только с помощью того, что мы изучаем и стараемся выполнить то, что учим. Нет никакой другой связи между каббалистами, между учителем и учеником, между учителем и многими учениками, только в той мере, в какой хотят выполнить то, что нам пишут каббалисты и всё. и тогда раскрывается в этой связи как учитель, так и творец, и мы продолжаем её развивать. Последний вопрос. Третья десятка из пятак тыквы. Вы сказали удалиться от учеников в определённых состояниях, чтобы усилилась связь. И тогда в этой связи раскроется творец. Что имеется в виду? Вопрос был, что это за новые такие состояния? Что есть новые хесароны учеников, и на основе этого они приходят к подъёму на более высокую ступень. Франкоязычные. Да, Рав. Как сделать то, чтобы понять язык Рав и эти рекомендации? Как правильнее понять слова, которые вы произносите? Как правильно реализовать ваши советы? Только с помощью объединений между вами. И есть у тебя группа, есть у тебя товарищи. Старайся прежде всего соединиться с ними вместе. И когда ты соединён с ними вместе, попробуй снова прочитать эту статью, но, может быть, это слишком сложно, это к предыдущей статье, которую мы читали, более лёгкие. И так ты привыкнешь понимать эти статьи не своим разумом, а благодаря общей силе группы и постепенно-постепенно в общей силе группе ты начнёшь раскрывать внутреннюю суть статьи. Это то, что я рекомендую тебе. И неважно, сколько ты понимаешь разумом, главное, что ты читаешь вместе с группой и хочешь почувствовать то, что все чувствуют. Это общее ощущение, которое ты хочешь уловить из статьи в связи с группой, это главное, это внутреннее духовное наполнение этой статьи. пяти семнадцать. Позвольте вопрос такой, Раф. Вы говорите, у Рабаша были простые ученики, которые приходили только учились и уходили, а вы ещё и служили им. Нет, они не привыкли и ушли и всё. Я такого не сказал. Где ты видел? чтобы я так пренебрегал ими? Да не, ни в коем случае, не пренебрежение. Просто я знаю, что вы были с ним постоянно, сопровождали его на прогулках, были всё время. Тогда вопрос такой, как в наше время, в нашем состоянии можно к вам приблизиться больше, чем на уроках? Нам сегодня этого не нужно. Объединение между вами. перекрывает всё. Объединение между вами перекрывает всё. Вот и всё. Я говорю, на самом деле, вы ничего не теряете, иначе бы я не позволял себе быть в отдалении или ещё где-то. Если вы учитесь со мной на утреннем уроке и на дневном уроке, и вскоре мы с Божьей помощью возобновим трапезы, вскоре праздники будут, когда у нас будут ещё встречи, ещё беседы. Этого достаточно. Вы сегодня находитесь в такой большой массе, что она уже может почувствовать и включить в себя все духовные понятия. Буквально кроме этого ничего и не нужно. Только объединитесь ещё сильнее и добьётесь успеха. 5-6. Рав, я слышал, Вы сказали прежде, что чем больше ученики нуждаются в учителях, то учитель с ними остаётся. Это не я сказал. Мне кажется, что так оно написано здесь. Я хотел спросить с сегодняшней точки зрения. у нас есть десятки в мировом Кли. Что означает, в чём конкретно десятка нуждается в учителе? Я думаю, что у нас есть сегодня весь необходимый распорядок. Есть у нас интернет, в котором есть всё, что должно быть. Есть у нас организация, когда мы объединены в десятки. Есть у нас мужчины, женщины. Все устроены согласно десяткам. Я не думаю, что Вы должны беспокоиться о чём-то, кроме как об объединении между Вами. И Вы получили достаточно инструкций, указаний и уточнений для того, чтобы на самом деле держать себя в правильном соединении. Мне нечего добавить. Понятно. Я может по-другому спрошу. Есть разница между нашей работой как десятка и нашей работой как работой, которую Вы инструктируете. Это же не одно и то же. Но я это пока ещё делаю. Верно. Так я спрашиваю, что означает, в чём именно десятка нуждается в учителе? Как бы что он открывает ей каждый раз? Если Вы можете объединиться между Вами всё сильнее и сильнее, так ничего больше и не нужно. Насколько Вы нуждаетесь во мне, я буду жить. В той мере, в какой Вы уже не нуждаетесь во мне, я уйду. Вот и всё. И нечего сожалеть об этом, но это по природе вещей. Учитель живёт, пока нуждается в нём. Когда в нём не нуждаются, он уходит, умирает. Поэтому старайтесь впитать от всех наших уроков как можно больше. Организуйтесь получше, чтобы была у Вас тесная связь, чтобы не пришли какие-то внешние, не захотели схватиться за Вас, ухватиться и разорвать. Это главное. Это всё может Вам помочь правильно сорганизовать себя только для того, чтобы Вы укреплялись. Творец хочет только поднимать Вас. Если можно, последний вопрос? Да? Я просто вижу, что в десятке мы бежим на уроки, чтобы всё время получать ещё направление, как сделать ещё шаг вперёд, как усилить связь между собой. как вообще возможно, чтобы ученики больше не нуждались в наставлениях, направлении от учителя? Понятно, что невозможно без него. Как такое вообще возможно? Такова природа вещей, что мы так часть пути проделываем вместе с учителем, с родителями, с учителями в школе и так далее. а затем с духовным учителем, а затем мы уже продолжаем продвигаться сами, что ты хочешь, чтобы мир изменился, чтобы люди не умирали, а всё время продолжали жить, каждый должен начать свой путь заново, один и так далее. Да, но потребность в Раве не меняется, может быть, можно заменить, там, когда вас не будет в теле, то всё равно нам нужно какое-то направление. Есть у вас Тора, учение, то есть всё, что написано, и вы должны на самом деле знать, как продолжать продвигаться. Главное, что вы вместе. И если вы объединяетесь между собой, говорите между собой, что вам нужно сделать, и тогда вы продолжаете, вы не ошибётесь. Главное это исходить из вашего объединения в направлении так же творца. Я спрошу прямо, когда Рава не будет, ученики всё ещё нуждаются в нём? Нет, нет. Почему? Потому что так, иначе бы творец этого не делал. Но это вы сами сказали, что вы на связи с рабажем. Всегда есть высший. Так постарайтесь быть связанными со мной. Ну вот, старайтесь быть связанными с вами. Так как развить эту потребность? Из объединения между вами постарайтесь связаться со мной. Вот и всё. Это как Арий говорит ученикам, что если вам будет нужно, я приду к вам и буду вас обучать. Вы помните, как он это пишет? Да. Ну и всё, нет в этом никакой проблемы. Перестаньте думать о том, что есть высший мир, нижний мир, так, это и так. Нет такого. Если вы хотите, вы связаны в той мере, в какой вы связаны между собой, свяжетесь со мной. Это один к одному, когда мы связаны друг с другом естественным образом мы связаны с Раумом, или есть какая-то дополнительная связь? Есть дополнительная связь с Раумом. Это хорошо? Да. Пяти шмона из. Пяти восемнадцать. Спасибо. Может быть, частично вы уже ответили на вопрос. Но как раз работа по объединению через силу, то, что порождает веру в мудрецов, это же не родилось само по себе? Я не понял. Ну, вот как раз на протяжении многих лет вы нас обучали работать над объединением. И все эти усилия по объединению между нами в десятке, это то, что порождает потребность веры в мудрецов? Это не появилось само собой? Орен, ты понял, что он сказал? Офер говорит о том, что работа над любовью к товарищам это то, что порождает потребность в вере мудрецов. Работа между нами приводит, насколько я могу, понимая его, наша работа друг с другом приводит к потребности связи с вами. То есть это не то, что два разных места связь между нами и связь с вами, а объединение между нами приводит к потребности связи с вами. Офер так? Об этом вопрос. Отлично, это правильная форма. Да, и отсюда вопрос. Мне кажется, что в этом проблема потребность веры в мудрецов это наша потребность, учеников это не ваша потребность. Как мы можем изучать с вами веру в мудрецов? Ведь мы должны это сделать. нахон. Верно. Я бы порекомендовал вам следующее. Вера мудрецов называется, что вы верите в силу группу объединённую. Объединённая сила группы или сила объединённой группы это для вас более высокая ступень. Если вы это держите, хотите держать это, тогда вы добьётесь успеха. Да, мы с этим согласны на 100%. Это высшая ценность, наибарух. Но дело в том, что вера в мудрецов это очень молодая вещь между нами. как можно двигаться к этому. Когда вы верите в то, что я сказал вам, что сила объединённой группы сопровождает вас до конца исправления без всяких проблем. есть у тебя что-то другое сообщить мне? Нет, ну разве что если у вас есть совет, как правильно работать над верой мудрецов в десятке. Если посоветуете что-то. Когда ты веришь, что все твои товарищи они великие в поколении и ты хочешь быть соединённым с ними сердцем и душой. Согласен, принимаю, большое спасибо. Отлично, если ты услышал это, я очень рад. English 1. Здравствуйте, друзья, Рав. Я просто говорю, все эти обсуждения все это обсуждение потерять Рава меня очень приводит в некомфортное состояние. Мне кажется, нам всем с этим не уютно. Ну и что? Ну ты видишь, что люди беспокоятся об этом. Я понимаю их беспокойство. Они чувствуют себя, что они останутся без отца, без духовной поддержки, и кто знает, что с ними произойдёт. Они вложили массу часов и сил в то, чтобы войти в учёбу, в организацию. И вдруг они чувствуют, что нет здесь кто-то, кто держит это сверху. Но это нехорошо. Но вот об этом я хотел сказать. Мне это не приходит к тому неприятному ощущению, что когда-то вас не станет. Я думаю, что если мы поймём, что пришло наше время, и мы готовы продвигаться без прямой интеракции с нашим учителем, тогда Творец будет продвигать нас к этому этапу. поэтому я и говорю, что вы как следует все сорганизованы. Есть у вас организация, содружество, и есть у вас люди, которые руководят ею, есть директор, заместитель, есть люди, которые ответственны за разные области. почувствуйте себя в силах, в связи между собой. Нет никакой проблемы. Как раз наоборот. Если учитель уходит, это признак того, что ученики поднимаются на новую ступень. Я понимаю. Добавка просто хотел успокоить товарищей. Я так быстро посчитал. 20 часов в день посчитал сколько-то десятков тысяч часов в архиве. Это и есть наша связь с вами больше, чем что-либо другое. Есть колоссальное количество материала в архиве. Десятки тысяч часов. Можно пользоваться этим как группа. Тогда мы станем превратимся в учителей, сможем распространять и передадим человечеству всю мудрость кабалы, удерживая светами через архив, уроки в архив, через все те материалы, которые нам передали. Это так? Да, да, вместе. Не бойтесь. И вообще, давайте перестанем об этом говорить. Это ещё далеко. Вот так. Кавказ. Рав, правильно я понимаю, что каждый из нас, по сути, если Рав не оставляет после себя Рава, грубо говоря, сейчас условно, то все становятся учителями, получается. Все становятся главными. То есть, каждый из нас должен стать... Нет, 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 это неверно. Я, может быть, должен буду всё-таки выбрать группу. Когда есть у нас, прежде всего, как она сегодня называется, я не знаю, уровень. Идеологическая команда. Идеологическая команда. Вот это с одной стороны. С другой стороны, давайте пройдём ещё, я поговорю об этом. кто будет выступать от лица организации? То есть, вы сейчас живите с организатором. Не беспокойся, есть у нас дирекция, есть у нас всё. Ты не понимаешь, но всё здесь готово и всё устроено. Вот и всё. Это вы должны познакомиться со всеми этими людьми. Если они, я думаю, когда, если они сядут один раз вот так перед всеми на одном из уроков, и смогут представить себя. Так мы должны будем сделать, чтобы вам было понятно, что есть у нашей организации вся система, которая функционирует самым лучшим образом. Я вообще к ней никак не отношусь. Я отношусь только к преподаванию. Если не будет учёбы, ничего не произойдёт. Есть архив и все уроки. Есть масса людей, которые сами могут передавать систему всех этих уроков. Вот и всё. А во всем остальном организации без меня и сейчас функционируют. И сейчас она функционирует без меня. Понятно? Ну и последний вопрос Кармиэль. Спасибо, Рав. Когда вы даёте живые уроки, вы нас чувствуете и реагируете на это. Как можно будет восполнить эту связь через записанные уроки? после того, как вы знаете меня, вы можете каждый любой урок записи прослушать и почувствовать его точно так же. Как сейчас мы читаем письма Бальсуламы или статьи Рабаша, и мы чувствуем, что они обращены к нам. Нет никакой проблемы. Испания Бальсуламы buenos дня, я хочу узнать если вы имеете контакт с старыми мастерами, Раб, еще? Тергум? Теревут? Георги, вы можете говорить в Руси? Вы имеете контакт с твоими учениками? Есть ли кешер и меморьим шел раб? Я спросил от тебя. Да. Если ли меня связь с моими учителями? Да. Да. Можно к этому прийти? И вы тоже придете к связи с ними. Не только со мной, но также с рабашем, с Бальсуламом. И еще до них. Да. Когда мы возвращаемся к общей системе, вы начинаете чувствовать там всех тех каббалистов, которые уже пришли перед нами к исправлению системы. И когда мы исправляем себя, мы включаемся в эту систему и начинаем чувствовать их. Понятно? Ладно, мы уже завершили наш урок. Раф, итог можете подвести? Итог? Ну, как написано здесь в письме, что нужно держать себя, не позволять нашему желанию упасть. Это называется, что мы продаем дочь невежде, дословно народу земли, и мы должны видеть перед собой все более возвышенную цель, и мы должны все время подниматься к ней. И только в связи между нами мы сможем это сделать, наверняка. Пожалуйста. Завершим песней. Субтитры 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 субтитры